4 месяца эфиров, 160 самых талантливых участников, 14 самых авторитетных членов жюри, 3 полуфинала и всего 15! 15 участников, которые дошли до конца пути и сегодня они будут признаны миллионами жаждущих глаз и восхвалены миллионами жаждущих сердец. Сегодня мечта 15 участников может стать реальностью. Дамы и господа, мы начинаем самое грандиозное телевизионное событие этого сезона. Финал супершоу «Минута славы» на Первом канале. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Первый канал и самый крупномасштабный проект по поиску талантов «Минута славы» вновь в эфире. Добрый вечер! Чувствуется праздничное настроение и это неспроста. Сегодняшний день должен войти в историю телевидения, потому что сегодня долгожданный финал шоу «Минута славы». Сегодня мы узнаем, мы узнаем именно тех, кто достоин, достоин бороться со самый главный суперприз – миллион рублей. Прежде чем я познакомлю вас со счастливчиками, которые прошли в финал, давайте поприветствуем тех людей, которые в течение четырех месяцев самоотверженно отбирали талантливых из самых талантливых. С большим уважением и с большим удовольствием представляю вам, постоянных членов нашего жюри, писательница Татьяна Никитична Толстая. Концентрация симпатичных мне номеров, симпатичных мне выступающих, она растет в концентрации, все становится более и более плотным. И если раньше было и так достаточно трудно выбрасывать людей, то теперь просто невыносимо трудно. Это же люди, которые я не хочу выбрасывать. Кто-то был, кого я хотел выбрасывать. Кто-то был, который думал, ну, может, я не очень хочу, но я должен вылететь все равно на следующий раз, потому что высокая степень соревновательности. Ну, значит, давай, лучше сразу. А сейчас тоже никого мне не хочется выбрасывать. Вот в чем дело. И президент Международного союза клуба веселых и находчивых Александр Васильевич Масляков. Лично я чрезвычайно благодарен проекту «Минуты славы» за возможность встретиться с таким количеством, безусловно, талантливых людей. И я хочу сказать, что я с большой симпатией отношусь ко всем, кто принимал участие в этом проекте. И к тем, кому я говорил «да», и к тем, кому я говорил «нет». Это просто стечение обстоятельств, что кому-то пришлось сказать «нет». Добрый вечер, Александр Васильевич, добрый вечер, Татьяна Никитична. Добрый вечер. Вы, наверное, уже почувствовали, какое настроение у сегодняшнего зала праздничное. Всем не терпится узнать имя победителя. А какое настроение у вас? Да нам тоже не терпится узнать имя победителя. И настроение у нас тоже, несмотря на то, что на нас колпачки не надели, у нас тоже праздничное настроение. Все нормально. Я хочу колпачок. Чуть позже, Татьяна Никитична, колпачок. Еще раз аплодисменты постоянным членам нашего жюри. И, конечно же, третий член жюри. Третье кресло всегда занимали у нас кинематографисты, шоумены, артисты. Сегодня третий член жюри – великий юморист, писатель и сатирик, любимец всей России, да и не только, Михаил Николаевич Задорнов. По всей России сегодня существует множество чудаков, милейших людей, которые умеют делать что-то, но у которых нет выхода ни на телевидение, ни доступа к газетам, и которые не могут показать, чем они одарены. И вдруг Первый канал делает чудную передачу. Он со всей страны выбирает достойных, интересных людей. Михаил Николаевич, прежде всего хотелось бы узнать, если бы у нас была низкоинтеллектуальная программа, то я бы сказал, что сегодня Задорнов отвечает за задор. Посмялось бы несколько человек в стране, но так как у нас высокая интеллектуальная передача, местами даже очень интеллигентная, то мне бы хотелось узнать, за что вы сегодня будете реально отвечать в нашей программе, как член жюри. Я волнуюсь, я первый раз в жюри, я никогда в жизни не был в жюри. Кроме того, меня немножко напугали сейчас за кулисами. Сказали, во-первых, вы третьим будете. Во-вторых, сказали, вы займите стул, на котором Ширвинд сидел до этого. А Ширвинд был добр. Я не знаю, я постараюсь тоже быть добрым. Я пришел сюда с задорным, вы правильно сказали, настроением. Нет, нет, сейчас, сейчас. Я пришел сюда по-толстовски задорным и готов всех подмаслить. Веселый член жюри. Как ты знаешь, в КВНе это называется домашняя заготовка насчет в отолстовске подмаслить. Закулисная. Ну, закулисная. Итак, уважаемые телезрители, я приглашаю на сцену наших финалистов, тех, кого вы своим голосованием захотели видеть в победителях. Встречайте наших финалистов. Братья Калуцких. 39 тысяч 110 голосов телезрителей. Кристальная гармония. 34 тысячи 343 голоса. Гарик. 33 тысячи 925 голосов. За лимон шоу проголосовало 31 тысяча 914 телезрителей. Максим Такаев. 30 тысяч 916 голосов. Георгий Аганессян. 27 тысяч 492 голоса. АПЛОДИСМЕНТЫ Его брат Симон Аганессян набрал 25 тысяч 482 голоса телезрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Группа ЮДИ. 24 тысячи 273 голоса. АПЛОДИСМЕНТЫ У Артёма Щукина 23 тысячи 873 голоса телезрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Назавур из города Сочи. 22 тысячи 899 голосов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Казани получил 17 032 голоса. Одесситы Александр и Лиля Курдюмовы 16 289 голосов. Степ-группа «Бешеные набойки» набрали 12 989 голосов. За Ирину Казакову проголосовало 11 143 телезрителя. Уважаемые телезрители, уважаемые члены жюри, на сцене 14 финалистов. И сейчас я должен назвать последнего финалиста. Но так уж получилось, что наши уважаемые телезрители, сами того не подозревая, отдали одинаковое количество голосов сразу двум коллективам. Итак, по 10 015 голосов у групп «Три сестры» и «Дюк Тайм». А это значит, что в финал допущены оба этих коллектива. Фактически у нас 16 финалистов. Но это еще не все. Наш информационный спонсор, газета «Комсомольская правда» объявляла конкурс на спасение участников. Если вы помните, напомню, что в прошлый раз читатели «Комсомолки» выбрали Романа Рогалева. И что же вы думаете? В очередной раз читатели «Комсомолки» спасают Романа Рогалева. Теперь у нас 17 финалистов. Я бы хотел, с вашего позволения, дорогие телезрители, обратиться к членам жюри. Дело в том, что все мои попытки в течение 4 месяцев как-то лоббировать интересы кого-нибудь из участников натыкаются на ярое сопротивление членов жюри и зала. Но раз уж так получилось, что сегодня у нас 17 финалистов, мне сказали, что я как ведущий в финале могу протащить, грубо говоря, своего любимчика, 18-го финалиста. Естественно, с вашего разрешения, уважаемые члены жюри, если вы не против. Прецедент, конечно, не сильно правильный, потому что теперь каждый ведущий в каждой передаче будет тащить любимчиков своих. Но мы сейчас в такой ситуации, я не знаю, как мои коллеги, в такой ситуации, что сказать тебе «нет» просто как-то и неудобно. Поэтому со своей позиции, со своей стороны «да». Да. Легче сказать «да», чем объяснить, почему «нет». То есть все-таки «да». Да. В какой форме? Хорошо. Я долго думал, кого же взять в финал, раз уж мне выпала такая редкая возможность выбирать из людей. Я думаю, что зрители будут не против, да и телезрители по всей стране тоже будут не против. Дело в том, что нашу программу смотрит огромное количество детей. Я думаю, что для детей самым искрометным, если хотите, детским, по-детски веселым выступлением было у Светланы и Сергея Чуйко с их мыльными пузырями. Поэтому я прошу их тоже взять в финал. Хорошо, хорошо. Можно нас так долго не уговаривать. Но как мы будем все это, как это все будет работать? Как мы будем все это показывать? Как мы будем отбирать? Вот вопрос. Очень интересный вопрос. Скажу и для всех телезрителей, и для членов жюри. Дело в том, что у нас, так как получилось у нас 18 финалистов, то мы, видимо, сделаем двухэтапный финал, вторую часть которого телезрители смогут увидеть завтра в субботнем эфире Первого канала. И, соответственно, будет выступать по 9 участников в каждом финале. Из этих 9 участников вы всего лишь должны выбрать по 3 участника из каждого финала. Фактически сегодня будут участвовать 9 человек. Из них вы выбираете трех. Завтра выступают еще 9 финалистов. Вы из них выбираете еще трех. Фактически у нас получается 6 счастливчиков, из которых уже телезрители своим голосованием выберут настоящего победителя нашего шоу. Это первое. А второй, уважаемый член жюри, я прошу сегодня, выражая мнение в свои после номеров, не оглашать окончательного результата, а в конце программы сразу назвать трех участников в присутствии всех финалистов. Это логично и разумно это принимается. Интрига будет сохраняться до конца. Решение вы будете принимать в самом конце. А теперь о правилах. О правилах проведения финала. На приз в миллион рублей фактически будут претендовать 6 участников. По 3 участника выйдут из каждого финала. Правила таковы. Имена всех финалистов будут названы только в конце второй части программы, то есть завтра, в субботу. С победителя проекта вы будете только 24 часа. 20 мая ровно в 23 часа 59 минут по московскому времени будет принят последний телефонный звонок и последнее СМС-сообщение. Еще раз, сегодня вы внимательно смотрите номера, но не голосуете. Голосовать мы начнем завтра. Все правила озвучены. Мы начинаем финал минуты славы на Первом канале. Итак, финал. Финал шоу минуты славы и наши первые участники Светлана и Сергей Чуйко из города Москвы. Супруги Чуйко, вышедшие в финал конкурса, с удовольствием отмечали это знаменательное событие в кругу друзей и родных. Правда, поздравляли их не только близкие. Ну, конечно, узнавать стали больше. Например, вот мы приезжаем куда-то выступать, да, и люди говорят, ой, там, здравствуйте, а мы вас видели в минуте славы. После участия в проекте я не заметил никаких значительных перемен в ребятах. Они как были открытыми, общительными, добродушными людьми, так и остались. У меня есть то, что мы победили. Мы самые лучшие. Ура! Победы Сергея и Светланы ждут не только друзья, но и коллеги в компании по оформлению праздничных мероприятий, в которой супруги работают тоже вместе, помогая и поддерживая друг друга. Допустим, если вот у меня что-то там не получается, да, я начинаю нервничать, Сергей всегда меня поддерживает. То есть он сильнее, профессиональнее, и поэтому он всегда подскажет, всегда поможет, я это знаю. Сергей и Света достойны победы! Их номер с пузырями всегда пользовался популярностью не только у взрослых, но и у детишек. И после участия в «Минуте славы» Светлана и Сергей Чульков получили столько предложений из разных стран и городов, что смогли составить себе на лето настоящий тур, как у самых настоящих звезд. Светлана и Сергей Чульков. Город Москва. Светлана и Сергей Чульков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста Пойдёмте вперёд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, Михаил Николаевич? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так начинается рабочий день у сочинского сапожника А у нас на проекте виртуозного скрипача Азнавура Моя жизнь поменялась в лучшую сторону Мне это очень приятно Просят автографы, подходят, узнают В обувной мастерской теперь собираются очереди из клиентов и поклонников Азнавура А наш участник скромно делает свое дело и об успехах на проекте особо не распространяется Он держал Фёдор в трогом секрете Потом проболтался, говорит, ребята, болейте за меня, мы в чём же дело Вот, на тебе Увидели его в передаче, это был просто шок для нас Конечно, хорошего человека, хорошего работника не хотелось бы терять Но, может быть, это его дорога в будущее Мы желаем ему успеха Если убудет из армян одного сапожника, это невелика потеря будет Зато получим хорошего музыканта Ты в этот раз, наверное, будешь играть вообще без крючка Да На пальцах У меня внутреннее предчувствие, что я сумею поиграть Некоторое время назад Азнавур праздновал своё 20-летие Все его многочисленные родственники и друзья В количестве, кстати, почти 200 человек Не уставали поздравлять Азнавура не только с днём рождения, но и с успешным выступлением на минуте славы Поддержим его аплодисментами Азнавур, город Сочи КОНЕЦ 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 Азнавур, город Сочи КОНЕЦ 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 Друзей и музыкантов Ознавур Дело в том, что посмотрев это выступление У меня возникла такая идея Если члены Всемирного Олимпийского комитета Сейчас смотрят Первый канал То естественно они должны сделать выбор В пользу Сочи, как Олимпийского города Потому что уже понятно, как в аэропорту Их будут встречать сочинцы Я предлагаю, чтобы это выглядело именно так Давай послушаем мнение членов жюри Насчет твоего выступления Начнем с Александра Васильевича Маслякова Ознавур, как всегда Был мастером В этом своем выступлении И чтобы уж никаких сомнений у членов жюри не было Он уже просто вот нам подошел И наглядно продемонстрировал Что вот смотрите, если что Так вот оно, как это все делается Это был очень правильный и убедительный шаг Который, я думаю, повлияет На наше решение Которое произойдет Несколько позже. Спасибо Ознавур Спасибо Александр Васильевич Я тут подумал, что главное, чтобы барабанщики не подошли близко Это счастье, ты прав Потому что я тут стоял рядом Татьяна Никитична, если можно Я вообще Глядя на то, как разворачиваются Три этапа Четвертьфинал или что у нас там Полуфинал и финал Вижу, что количество Сопровождающих деталей Растет со страшной силой То есть если бы у нас еще был один какой-то уровень Суперфинал То пришел бы, наверное, большой оркестр Ознавур приехал бы совсем в Сочи Да, 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 да Вот А, собственно, наша-то задача Это все это отсекать И слушать только Непосредственно сам номер Потому что все окружение Не соревнуется, не правда ли В нашем шоу Ну вот, и, значит, я сейчас проводил работу По выслушиванию Соло Ознавура И свое мнение будем высказывать в конце Михаил Николаевич, если можно, ваше мнение Ну что, конечно, здорово Но Мне вспомнили стихи моего друга Лени Филатова Там были две строчки Такие точные по отношению к этому выступлению Обратите внимание на гениальные рифмы Скрипач играет мастерски Такой скрипач с ума сойти И когда Ознавур подошел к нам Мне тоже этот момент очень понравился Особенно, как он левый делал Вот так вот рукой Вот Там никакой фальши не было Вот все правильно Вот правый ему легче было А левый очень тяжело он делал И Мне, конечно, хотелось бы увидеть его еще раз Такого рейтингового объявления На сцене давно не слышал Из Сочи к нам приехал Ознавур Спасибо И это факт Михаил Николаевич, вы насчет номера с пузырями Выразили Пожелание, чтобы вас научили Пускать мыльные пузыри А не хотите научиться играть на скрипке Вот Ознавур В этом случае я даже просить не буду Почему было бы очень красиво Вы произносите монологи И параллельно играете на скрипке А кругом пузыри А кругом пузыри И художественный руководитель Гарик При этом главный мыльный пузырь Я думаю, что если Ознавур возьмет меня подержать скрипку А левой рукой будет он все делать Тогда я согласен Спасибо, уважаемые члены жюри На все пять То есть вы готовы отдать ему свой миллион? Я не готов ему отдать В крайнем случае мы с ним можем поделиться Но мне не соперник Ознавур вообще виртуз самый настоящий Но нам он, конечно, не соперник Потому что под эти ритмы мы круто двигаться Поэтому предлагаю проект Для первого канала замечательные Очень клевые музыкальные изыски Я думаю, мы предложим им совместный проект Когда выйдем в финал Вам не показалось, что Татьяна Никитична изменила свое мнение относительно вас? Нет Пока неизвестно Посовещается, но потом в конце скажет результат Скажите, а за кого сегодня пришли поболеть вы? Мне было огромное счастье принять участие В первом проекте «Минуты славы» на первом канале К сожалению, до финала я не дошла Но с огромным удовольствием пришла поболеть за своих любимцев С которыми здесь сгружились и познакомились Я болею за братьев Калуцких Калуцких, пусть мальчики победят Скажите, пожалуйста, а что вы пожелаете тем участникам Которым предстоит только выйти на сцену? Потому что я знаю, что участники волнуются Я всем пожелаю Ощутить вот это все То, что я ощутил Все Финальная программа в рамках шоу «Минуты славы» на первом канале Продолжается наши следующие участники Кристальная гармония Город Санкт-Петербург Коллектив «Кристальная гармония» выступает в разных уголках страны Но лишь наш проект принес участникам международную славу и популярность Поехали через границу на машине И таможенники в Беларуси Они нас узнали, то есть они нас попустили практически без очереди, потому что мы опаздывали на это Почему? Но волновались участники коллектива напрасно На программу успели и главное Свои инструменты в целости и сохранности доставили В основном мы как бы пользуемся подножным кормом Все, что звучит, гремит, звенит Многие люди спрашивают, наверное, где-то звучит фонограмма А на самом деле ведь все же понятно, что звучит вот стекло, больше ничего тут нет Кроме этого ничего нет Переживают в первую очередь, конечно, семьи, родные, близкие, друзья Они обзваниваются и сообщают, что мы выступаем Это целый праздник на самом деле Только еще идет эфир, звонят со всего света Ребята, мы вас видели, здорово, вообще будем за вас голосовать, болеть Мы настроены категорически на победу Питер, финале, стаканы, класс, показали! Итак, из культурной столицы России к нам приехал коллектив с названием «Кристальная гармония» Самая ценная и хрупкая в коллективе «Кристальная гармония» это, конечно же, инструменты При многочисленных переездах и перелетах из-за неврежного обращения инструменты не раз повреждали Чем ставили под угрозу срыва выступления этого коллектива Поэтому было принято оригинальное решение проблемы Теперь инструменты кристальной гармонии защищены от повреждений законом о страховании Кристальная гармония Санкт-Петербург «Кристальная гармония» Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Демократов DimaTorzok Это так называемый европейский строй От чего зависит? От величины бокала Ну и там есть немножко такие тонкости как под точкой и так далее И от величины выпитого зависит нота А определённый континуум вибрационных ламинарных турбуленций не влияет на это? Нет, особо нет Тогда, если вы станете победителями, мы используем ваши бокалы по назначению С удовольствием Прошли ли эти удивительные музыканты до зрительского голосования, мы узнаем в конце нашей программы. А пока аплодисменты в адрес кристальной гармонии. Город Санкт-Петербург. За кулисами вас ждут родные, близкие, друзья, которые за вас болеют. Удачи вам и счастья. А как вы считаете, этот номер по праву действительно вышел в финал? Конечно, конечно, вы правы. Ну вот чем он вам лично понравился? Тем, что очень душевно, очень тонко и очень эмоционально. Ну а вы сами жалеете о том, что вы не попали в финал? Нет, ну конечно, я не в восторге от того, что не попал. Ну все хорошо. Я на самом деле сейчас счастлив от того, что вообще здесь присутствует. Почему зрители за вас не проголосовали, а проголосовали за кристальную гармонию? Ну, наверное, чего-то у меня не хватает, чего-то вот нет. Ну ничего страшного, все будет хорошо. То есть вы признаете, что ваш номер был слабее, чем... Нет, я этого не признаю. Просто какие-то особенности зрителям показались вот такие. Мы вас поздравляем. По-моему, вы понравились всем членам жюри. Как у вас на самом деле ощущения? Отлично. Такой подъем душевный от того, что все-таки не ударили грязь лицом. Особенно волновались, конечно, за четвертого участника. А кого вы считаете вашим конкурентом? Конкурентами мы считаем всех. А что все-таки для вас вот сейчас? Минута славы. Что это? Минута славы. Это прежде всего привет всем своим. В первую очередь, родным, близким. Молодцы! Молодцы! Поздравляем нас всех. Я от своего лица всех поздравляю. Молодцы! 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 Сотни тысяч желающих показать свой талант и стать участником проекта «Минута славы». И только лучшие из лучших прилетели в Москву, чтобы выступить перед всем миром. Здесь, на специальном корабле, они грустили и веселились. Ссорились и влюблялись. И не переставали оттачивать свое мастерство. Все они получили незабываемое впечатление от пребывания в столице России, в которой многие были впервые. И все они приехали сюда побеждать. За нашу победу! Минута славы, арена! На очереди наш следующий участник. Он приехал к нам из города Саратова. И зовут его Артем Щукин. Артем вперед! Саратов ждет! Ура! Хочется победить. Безумно хочется на самом деле победить. Получить еще одну минуту славы. Этого хочет и весь Саратов. Но больше всего, конечно же, семья и друзья Артема Щукина, которым он нередко демонстрирует свое мастерство. Мешает хорошенько. Если наш Тёма что-то делал руками, то он мою посуду перебил. И вдруг неожиданно эти руки оказались до того пластичные. Выбери карту, запомни. Так вот, смотри. Это была твоя карта? Нет. Как? Как это нет? СМЕХ Ты должен рассказать. Да! Вначале была большая неожиданность, потому что свой сосед и вдруг на таком уровне. Позвонила я вот им, соседям своим поздравила их с успехом. Потому что у него самые хорошие фокусы. Самое главное, не зазвездиться. Да. Недавно Артем очень спешил за реквизитом для финального номера в шоу «Минута славы». Мчался на машине, боясь опоздать, и нарушил правила, за что его остановила милиция. Узнав в земляке участника «Минуты славы», работники простили ему нарушение и очень просили передать привет машине ДПС с номером 0140. Уважаемая машина ДПС с номером 0140, передаем вам огромный, горячий привет. Не останавливайте больше Артемку, он хороший, он просто спешит удивить нас. Артем Щукин из города Саратова. Артем Щукин! Артем Щукин! Артем Щукин! Артем Щукин! Артем Щукин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артём Щупин! Город Саратов! Вот это да! Уму непостижимо, как это всё происходило! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артём, вот вас остановила машина ГИБДД. Неужели было сложно их удивить каким-нибудь фокусом, чтобы они вас сразу отпустили? Например, вот ГИБДДшник говорит, дуй сюда! Вы дуете, он превращается в голубя, например, и улетает. Нет, на самом деле, когда я сел к ним в машину, и они не сразу меня узнали, мне пришлось немножко рассказать, почему я так спешил, почему я так опаздывал, что превысил скоростной режим. Но и в конце я, конечно, им показал несколько карточных фокусов. Артём Щукин! Великолепный волшебник из города Саратова. Артём! Давайте послушаем мнение членов жюри. Как вы оцениваете шансы Артёма, Михаил Николаевич? Знаете, я начну издалека. Вот чем мне эта передача нравится, что её смотрят многие телезрители, и дети хотят подражать тем, кто выступает. И оказалось уже много на разных... В интернете многие ведь по этому поводу беседуют, встречаются, спорят. Например, в этой передаче была девушка, которая проскальзывала под планкой. Ну, планка была на высоте буквально 15-20 сантиметров от пола. После этого выступления многие дети застряли под тумбочками дома. После выступления Артёма дефицит голубей в деревнях, я вам должен сказать. Передача супернравственная. И я считаю, что Артём, в нём сочетается талант и профессионализм. Он серьёзный претендент. Спасибо. Это серьёзное заявление в вашу пользу, Артём. Ну, насколько я понял. Александр Васильевич. Ну, понятно, что нам знакомы все участники финала. Вот с Татьяной Никитичной мы их как знакомых встречаем. И в предвкушении мы как бы... Мы для себя-то уже вроде как мы знаем, что будет. Ну, будут у Артёма голуби. Ну, здорово. Ну, как бы вот... Ну, мы знаем это. Но когда каждый раз он выходит, всё равно рот приоткрывается, и так с открытым ртом и сидишь от начала до конца номера. Это здорово. Спасибо, Артём. Спасибо вам, Александр Васильевич. Татьяна Никитична. Да, вот если от номера к номеру прибавляется число участников или дополнительные элементы, то здесь, прямо скажем, это больше, чем участники, элементы прибавились. Это же птички. С ними же надо уметь как-то дополнительно управляться. Я помню, что были двое, Маша и Саша, если я не ошибаюсь. А теперь уже здесь просто... Да, дело в том, что у нас уже даже чуть раньше появилось потомство, и сейчас у них брачный такой период. И у меня в клетке лежат два маленьких яичка. Понятно. Это аплодисменты. Артём, скажите, чем вы кормите птичек, что они не улетают? Ну, у нас с ними такая дружественная договорённость. Насчёт миллиона рублей? Ну, да, наверное, и насчёт миллиона тоже. Артём и алчные голуби. Вот так у вас программа называется? Артём, а как вы сами оцениваете свои шансы? Вот если только честно. На самом деле у меня чего-нибудь сложно оценивать мои шансы, поскольку действительно на этом проекте собрались совершенно разные люди и совершенно разный разноплановый... у всех разноплановый жанр. И поэтому конкурентов очень много. Но все мои основные конкуренты по моему жанру уже как бы выбыли давно. И я уже для себя, наверное, сделал уже небольшую такую маленькую победу. Ну, в дальнейшем посмотрим, как распорядятся члены жюри, как распорядятся зрители. В любом случае, пока мы не знаем никаких результатов, о них говорить пока ещё рано. Но мы аплодируем Артёму Щукину, иллюзионисту, фокуснику и магу из города Саратова. Артём Щукин. А вам действительно нравятся очень фокусы? На самом деле фокусы мне нравятся, но я здесь нахожусь по другой причине. Я здесь нахожусь, потому что я участвовала в этом шоу, участвовала в борочном туре, дальше, к сожалению, не прошла, но всё равно пришла поболеть за своих друзей, которыми очень хорошо сдружились за время участия в проекте. А вам обидно, что вы не попали в финал? На самом деле я даже немножко рада, потому что это большой труд работать в полуфинале и финале. Артём всех восхитил. Молодец он. Он достойный победы, конечно. И я прекратилась перед его талантами, и руку пожму ему от буси. Артём, скажите, пожалуйста, вы, я знаю, сильно волновались. Вот что вы пережили? Опишите сейчас. Я не знаю, это, наверное, масса, сотни таких, внутренних, наверное, переживаний, впечатлений. Очень сложно сейчас даже, как бы, найти те слова, которые хочется сказать, но единственное, что я хочу сказать, я благодарю членов жюри, телезрителей за то, что именно они позволили мне дойти до финала, пройти все отборочные туры. Я им за это благодарен. И я надеюсь, что я удивил вас и доставил вам много положительных эмоций. И постараюсь в дальнейшем сделать то же самое. Кто вас сегодня поддерживал? Меня сегодня поддерживает мой друг Денис, который приехал из города Саратова вместе со мной. Он мне сегодня помогал, ассистировал. Ему за это отдельное спасибо. За меня сегодня болеет Жорик. Мы с ним очень сдружились. Ну, я думаю, все участники. А вы реально верите в то, что шоу «Минута славы» может из обычного человека сделать народного персонажа, героя? Ну, я думаю, возможно, многие отсюда в дальнейшем выйдут на большую сцену и станут действительно профессионалами. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Продолжается борьба за миллион рублей. В финале шоу «Минута славы» на Первом канале наши следующие участники группа «Лимон шоу» из города Москвы. Коллектив «Лимон шоу» из Москвы команда, сплоченная и увлеченная общим делом. Брейк-дансом. Пришли на конкурс, потому что всем это было интересно, насколько мы можем засобить публику. Мы не думали о том, пройдем или нет. У нас была одна задача показать людям, что такое «Лимон шоу». Блин, Ветер, лимон опять налажал. Ё-моё. Ну, что это? Ну, что это за развешку? А, беги, покажи. А называется команда так в честь руководителя по прозвищу «Лимон». Желаю, Лимон, тебе удачи, брач. Ведь ваше шоу – это настоящее качио. У вас есть хореография, пластика и ум. Большим уважением к вам. From Medium. Везде узнают, всем рады, все улыбаются. Очень приятно, на самом деле, я когда это вижу, мне самому как бы доставляет удовольствие, потому что я знаю этих людей. «Лимон шоу»! Лимон, Ветер, лимон опять! Благодаря минуте славы в группе «Лимон шоу» настоящий творческий бум. Еще бы! На все свои выступления эта группа готовит совершенно новые номера. Бэм, бэм, бэм! Итак, опять с премьера большой брэк-данс на первом канале «Лимон шоу». «Лимон шоу»! «Лимон шоу»!» «Лимон шоу»! «Лимон шоу»! «Лимон шоу»! «Л хоу!» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Лимон! Лимон! Шоу! Город Москва! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лимон шоу! АПЛОДИСМЕНТЫ Все зрители уйдут сразу. Я хотел спросить у ребят. Разыгрывается в этой передаче миллион. Вы с намеком назвали свою группу «Лимон»? Не, просто мы... Мы почему как бы назвались так еще? Интересно, то что мы все любим пахать. Мы выжимаем себя. Поэтому «Лимон» — это все-таки круто, когда выжимаешь себя на танцполе или где-нибудь в другой работе. Браво! Хороший ответ очень. И я первый раз видел, чтобы вот этот трюк на сцене, когда прыгают на одной руке. Я такого не видел даже у... у афроамериканцев-подворотнях Нью-Йорка. Наконец-то сложил корректную фразу. Но когда я это сказал Александру Васильевичу, Александр Васильевич сказал, что он видел, и что он даже знает, как это делается. Что ты меня цепляешь? Во-первых, как это делается, я не сказал. Я сказал, что видел. А как это делается, это уже вот тебе предложено, Гариком. Поскольку я буду обучаться этому, честно, скажите, вы руку... чтобы легче было, вы руку вот так вот держите, а дергаете животом, когда прыгаете? Или на руке прыгаете? Покажите еще раз. В рапиде посмотрите вот это движение. Замедленно, замедленно, пожалуйста. Удивительно просто. Замечательно. Завтра начинаю обучаться. Александр Васильевич, если можно, ваше мнение. Мне нравится, как работает эта команда, очень нравится. Но вот если мы говорим часто и участники, что самые разные жанры представлены у нас в финале, и вроде таких прямых конкурентов, скажем, вот у Артема Щукина нет, то в данном случае у нас еще одна есть команда, и тут уже непосредственная конкуренция между ними разгорится. Чем она закончится, предсказать сейчас действительно сложно. Может быть, правда, потом попробовать обе группы вместе запустить на паркет и посмотреть, что из совместного выступления получит. Но это такие фантазии члены жюри. Тем не менее, спасибо большое, ребят. Спасибо вам. Спасибо вам, Александр Васильевич. Татьяна Никитична. Да, здесь действительно такой драматический элемент у нас появляется, как самая прямая, что ни на есть конкуренция. Две группы брейк-данса. И я думаю, что... Сейчас рано что-то мне говорить по поводу вот этого выступления, хотя вот этот элемент я отмечу как действительно удивительный. Прыжки на одной руке, верчения на одной руке. Но посмотрим, что нам предложит еще вторая группа, потому что она всегда отличалась, так сказать, исторически в нашем показе. Удивительной синхронностью вторая группа, Юди, которую мы сейчас будем смотреть через несколько номеров, что дает плюс тем участникам, что здесь синхронность не является приоритетом, скажем так. Но сегодня, позвольте себе заметить, что у ребят все было очень синхронно. Именно сегодня. Я не знаю, как в остальных выступлениях... Нет, я имею в виду даже... Они работали замечательно, здесь ничего не скажешь. Я имею в виду в данном случае исключительно по рисунку. То есть там синхронность. Тот коллектив работает, до сих пор работал. Как единое целое. Они все вместе рассыпаются, ссыпаются, перегруппироваются. А здесь они раскладываются на разные элементы, имеющие больше самостоятельность. А вы, я вижу, разбираетесь в нижнем брейк-дансе, да, Татьяна? А то! А то! Со страшной силой, судя по всему. В подворотнях Нью-Йорка был не только Михаил Николаевич. Это поклонение гуру брейк-данса Татьяне Никитишне сейчас. Мы лицезрели вот этот элемент брейк-данса. Синхронное поклонение, что важно. Брейк-группа Лимон Шоу из города Москвы. Вас ждут за кулисами, ребята, ваши болельщики, друзья. Да и все, телезрители Первого канала. Спасибо вам. Лимон Шоу! Ну что, ребята, разволновались. По-моему, группа Лимон Шоу действительно круто выступила. Отлично выступила на самом деле. Синхрон у них очень хороший. Но мы постараемся оправдать то, что говорили. Да, слова жюри. Поэтому готовы и не падаем духом. Мы только, наоборот, взбодрились. И сейчас будем взрывать. Постараемся взорвать. Но объективно, кто все-таки круче? Вы или Лимон Шоу? А пусть это останется для телезрителей и для жюри. Но все-таки есть у вас волнение, опасение, что может что-то не совпадает? Как у нас? Если честно, волнение присутствует, как у любого артиста. Но волнение присутствует только за нас. А мы в себе уверены. И я думаю, мы должны выйти. Ребята очень сильно готовились. У них репетиции были по 6 часов. Порвали, они сделали. Они очень волновались. Но это не лучше. Лимон Шоу – это единственный проект. Это группа настоящая. Ребята, можно вас? Я не что, об этом подарки. Молодцы! Ребята, скажите, вы сами довольны выступлением? В принципе, да. Да, в принципе, да. А было все-таки на шоу что-то, что вы не успели сделать? Или что-то не получилось? Не, мы просто немножко, может быть, перевернули, заволновались. Но мы все-таки, когда вышли, услышали музыку, открылись. Вот как бы, да. И собираемся закрываться вообще. Скажите, а вы считаете группу «Юди» вашими конкурентами? Нет. Я ребят уважаю и как бы отношусь к ним так же, как и мы относимся к друзьям. Мы одно, друзья, друзья, друзья. Ну, у кого больше шансов? Конечно, у меня, потому что нет девочки в клетке, такой, как я, поэтому... Ну, и мы удачи. Ждем их выступления, ждем. А кому, членов жюри, как вы считаете, вы понравились сегодня больше? Я думаю, Задорнов вообще так просто молодец. Но он человек с юмора, я всегда его уважал. Как бы, да, да, да. Как бы мы показали себя позитивно. Мы хотели развеселить, как бы, судей. Хотели дать им позитив и дать именно хорошее настроение. Мы у нас... Я думаю, у нас это получилось. Спасибо вам. В эфире Первого канала продолжается битва за миллион рублей. Сегодня в нашей программе примет участие талант, которого спасли читатели комсомольской правды, проголосовав за него. Читайте комсомолку и голосуйте. Вам понравится. Равиль Насыров. Город Казань. Я и не фокусник, и не мак, и не волшебник. Я физик-экспериментатор. В городе Казань живет Равиль Насыров, всю свою жизнь посвятивший науке. И даже сейчас, в свои 70 лет, он продолжает преподавать физику. Физика начинается с удивления. А удивить может только такой талантливый человек, как наш Равиль Насыров. Его очень любят, обожают ученики, коллеги. Человек бескорыстнейший, человек добрейший, прирожденный педагог. Равиль Насыров. Равиль Насыров, у нас их очень много. А Равиль Насырович, он один. Он открывает новые грани любимой науки, приручая само статическое электричество. Это жалко, что у меня не было такого учителя физики. Спасибо большое, я говорю да. Радости, конечно, у меня не было предела. Я прыгал от радости до потолка. А вместе с ним радовалась и его семья, которая готова на все ради победы Равиль Насырова. Он освобожден от всех домашних занятий. Он только занимается своей любимой работой. Победа будет за нами, Казань, ура! Казань, с вами, с вами! На проект Равиль Насыров пришел, потому что понял, что пора открытия, сделанные им, передать следующим поколениям и показать, насколько интересна и многогранна физика. И благодаря участию на нашем проекте он смог не только достичь своей цели, но и получить практически всемирную славу. Самый неожиданный звонок получил от старого знакомого аж с Багамских островов. Всемирно известный житель Казани Равиль Насыров! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ноу-хау раскрывать не буду, но это работает, вращается и левитирует сутками, неделями, месяцами. Значит, самое свежее изобретение. Люминесцентный человечек танцует в воздухе, проходит через перекладину и зависает на ней. Эксперименты с материей продолжаются. Вы видите, как бесформенные куски проволоки превратились в паутину и паучка. И всем этим управляет Равиль Насыров. Хочу подчеркнуть, что это не спецэффекты, это реально происходит сейчас и здесь на сцене. Смотрим дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот какой красивой может быть физика, дорогие дети. Равиль Насыров, город Казань. Пройдите вперед, пожалуйста, господин Насыров. Равиль Насыров, город Казань. Это не мои знания, это я прочел в аннотации к этому номеру. И в истории всегда спорили физики и лирики. А Равилю удалось их примирить. Мы видели физику и лирику в гармонии. Пускай и те, и другие учатся у вас сегодня находить общую точку зрения в красоте. Спасибо. Понятно. Александр Васильевич, если можно, ваше мнение насчет этого волшебства. Ну, у меня мнение относительно волшебства как бы не претерпело никаких изменений. С первого момента, когда мы встретились с Равилем Насыровым на площадке момента славы, минуты славы. В общем, все по-прежнему здорово и по-прежнему, вот он сколько этапов уже прошел. Мы его видим каждый раз и получаем удовольствие. То есть шансы есть? Шансы есть у всех. Слава Богу. Я за вас так сильно волновался, я думал, что... А вдруг не понравилось? Татьяна Никитична, если можно. Это вещь, которая изначально была красива сама по себе. Насколько есть у нее шансы занять первое место, может быть, не очень большие, но они всегда, тем не менее, остаются. Мне очень жаль, что я не могу узнать, что там происходит с этим шариком, потому что, понимаете, на меня он не... Заколдовал он. Ну нет, просто если я не понимаю, что там происходит, то это же физика, а не иллюзионистские трюки. Поэтому если я не знаю, что там происходит, то на меня это не производит никакого впечатления. Я хочу понимать... А вы шарик имеете в виду вот этот вот шарик? То, что я отсюда вижу, да, шарик... Это планета Земля, Татьяна Никитична. И в области Антарктиды прилипает фольга. Очень маленькие нано-пингвины держат, видимо, с той стороны вот эту фольгу. Я просто не знаю, как это происходит на самом деле. Это чудо какое-то. Фольга просто крутится вокруг своей оси... Без нитки, без... Без нитки, без клея и... Без веревочки. Без веревочки. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот так вращается день и ночь. Это новинка. Ученые пока не знают, почему и от чего происходит. Больше слов у меня нет, как объяснить это явление природы. Я думаю, что пора отпускать Равиля Насырова за кулисы, тем более его ждут там близкие, друзья, поклонники. И эти аплодисменты звучат для вас, уважаемый наш Равиль Насыров. Я думаю, что вся Казань болеет за этого удивительного человека. Будем болеть и мы. Спасибо вам огромное. Равиль Насыров, город Казань. Ну, это фокусы более с научной точки зрения, связанные с физикой. И на самом деле я бы с удовольствием перенял бы его опыт и где-то, возможно, эти элементы даже использовал бы и в своих номерах. Номер мне понравился. Я действительно могу назвать этого человека Гарри Поттером. И я думаю, вот сейчас как раз мы его и поздравим. А как вы считаете, чей номер больше понравился? Ваш или Равиль Нас? Ну, конечно, наш номер, это естественно. Вот у нас люди не верят, как мы играем на стаканах. Может быть, где-то магитофон спрятан. Здесь тоже самое. Мне кажется, что он где-то там электричество подключает, где-то что-то такое. То есть, есть загадка. Равиль, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вам удалось сегодня удивить жюри? Вот так, чтобы этот номер можно было действительно представить в финале и сказать, что он лучший среди всех участников. Если бы не было сквозняка, я бы ему удивил еще больше членам жюри зрителей, сквозняк помешал. А кто за вас сегодня болел? За вас пришли бы болеть друзья поддержать? Вот друг, вот. Вот этот друг. Вот этот друг. Мы всем болели за него, за весь Аттарстан, за него. И мы, друзья, приехали специально к нему, сюда за него болеют. Вам понравилось выступление? Абсолютно. Даже мы научились чему-то дать, показать, какая все-таки эта физика и как талант, это для него Минус Славы произошло. Как вы оцениваете шансы? Будет ли миллион в кармане у Равиль Насыра? Хотелось бы, конечно. Ну, главное, само соучастие в этом происхождении, находясь в Минус Славе, он должен быть самоучастие. А на что потратите миллион? А я не заработаю, другие заработают. Молодец! Молодец! Вы смотрите финал супер-шоу «Минута Славы» на Первом канале. Следующего нашего участника зовут Роман Рогалёв. Он приехал из Новосибирска. Вообще-то он хотел играть на скрипочке. Нам сказали, что у него нет слуха, поэтому мы вот вместо скрипки стали балалаять. Но Роман не просто балалая. Работая клубным диджеем, он сумел совместить современные ритмы с игрой на русском народном инструменте, благодаря чему оказался в финале нашего проекта. Рома, Рома, Рома! Рома, привет! Как у вас дела? Мы очень надеемся, что вы победите. Поздравляемся. Он очень хорош и на сцене, и в ночном клубе. Ну, если честно, я дослал пару смс, чтобы никому не говорить. Рома настолько энергично выкладывается в этих трёх струнах, что зал заводится с полуоборотом. Ко мне не подходят незнакомые люди и не берут автобусы до сих пор почему-то. Когда же этот момент наступит? Рома, ты лучший, ты красавчик и ты победишь. Мы в тебя верим и обожаем тебя. Вперёд, Кучерявый! Кто получит миллион? Только Рома, только он! Роман очень переживал за группу Серебро на Евровидении и на минуте славы даже выступил в их поддержку. Теперь Роман очень счастлив, что наши девочки заняли почётное третье место. Это не первое место, но всё равно всем нам очень приятно. Напоминаю, что Роман Рогалёв спасён читателями комсомольской правды. Роман Рогалёв, город Новосибирск. Роман Рогалёв, город Новосибирск. Роман Рогалёв! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Динамичный Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сергей Чуйко, ставший королевой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Правда, он не уверен Что выиграет Так как наконец-то В финале Осознал, что у него Слишком серьезные соперники Симон Аганессян Город Липецк АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 СИМОН АГАНЕЦЯН! АПЛОДИСМЕНТЫ СИМОН АГАНЕЦЯН! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИМОН АГАНЕЦЯН! АПЛОДИСМЕНТЫ Причем, что меня поражает, что они все непрофессионалы, они этому не обучались, они такими родились. Ну, 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 ну. Нет, но обучались, но не в специальных заведениях. Университетов не кончали. А таких нет палочек. Палочек, не палочками. Нет, в том-то и дело, что они не родились такими, это было бы слишком легко. А то, что они поставили себе задачу и упорным трудом добились вот такого потрясающего эффекта. Если бы он и родился с палочками и с умением это делать, ну, хорошо, так забавно было бы. Я вообще должен сказать, вот я смотрю на эти номера, и наша страна, это знаете что? Это плодородина. Она рождает талантливых людей, удивительно. Все. Спасибо маме и папе. Я хочу немножко в радостную вот эту благостную атмосферу немножко заметить, что сегодня не все. У Симона получилось. Но его шансы остаются при нем. Он молодец. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Шансы есть у всех, повторю я. Здесь просто ситуация такая, что у нас концентрация талантов сегодня зашкаливает. Поэтому кто-то пройдет желанный последний. Это даже не тур, а кто-то не пройдет. Но решать будем после того, как просмотрим всех. А Симону огромное спасибо. Вам спасибо. Что мы опять посмотрели красивые вещи. Спасибо. Симон, спасибо тебе огромное за твои трюки, за твои номера. Пожалуйста, пройдите за кулисы, Симон. Я думаю, что за вас болеют там не только родственники и друзья, но и непосредственно родной брат. Симон Аганусян, город Липецк. Скажите, пожалуйста, каково это выступать в финале вместе с своим братом? Я вам скажу, это очень ужасно делать такой шаг. Очень тяжело выступать двумя и конкурировать брат с братом. Я не знаю, что будет. Победит сильнейший, я думаю, жюри выберет. По-моему, жюри посчитало, что не все сегодня получилось у Симона. Как вы считаете, почему? Волнение, наверное. У всех сегодня волнение. А так он сегодня все хорошо сделал. Он просто добавил новые трюки, которые вот недавно ввел в программу свою. И он хотел показать это всего. Симон, скажите, пожалуйста, почему у вас не все сегодня вышло? Руки начали потеть, я не мог контролировать палочки. Молодец! А кто дома вас поддерживает? Мама, папа, сестра, брат, родные, друзья, Армения, Липецк, все остальные училища мои. Все, кто меня знает. Скажите, подскажите другим участникам, как все-таки справляться со своим волнением? Просто думать о своем деле и показать, на что способен. Самое яркое впечатление у вас какое после всех отборочных туров, полуфинала, финала? Ну, что жюри в конце концов хорошее мнение обо мне оказалось. Вы смотрите финал программы «Минода славы» на Первом канале. Наши следующие участники представляют город Томск. Их коллектив называется «Юди». Ребята из танцевальной команды «Юди» уверенно идут к победе. Ведь за них болеет весь Томск и их ученики. Мы смотрели всей семьей, даже пыталась что-то сделать из их него танцев. Но ничего не получилось, конечно. Мы на русский отправлялись, да? Да! И когда мы выступаем в разных городах, после выступления к нам подходят люди разных поколений и возрастов. И говорят, что вот мы вас видели, мы за вас болели, мы за вас голосовали. Мы просто идем по городу, бывало, и его узнают, и прохожие шепчутся. Я иду. Естественно, я горда за него, потому что он мой сын. Мы не подведем и не зазвездимся, это точно. Я их очень люблю. Да, друзья, мы их любим. Любим. Юдин, вперед, победа возьмем! Ребята из команды Юдин не перестают развиваться и постоянно работают над собой. После проекта они стали настоящими звездами танцев в своем городе и решили перейти на новый этап. Стать не только танцорами, но и певцами. Они сами придумали слова и музыку и даже сделали первую студийную запись своей новой песни. По их словам, получилось очень даже неплохо. Сейчас вся страна члены жюри, и мы с вами оценим их творчество. Группа Юди, город Томск. Музыкальная шкатулочка. Музыкальная шкатулочка. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Перейдем к знатоку, к большому знатоку брейк-данса Татьяны Никитичны Толстая. Поэтому мы с задорным так кратко и высказывались. Да, они любители, да. Шансы, главное, извините, Татьяна Никитична, шансы есть у этих ребят. Не вырывайте у меня язык так, прежде чем он сам не произнесет. Мне очень понравилось, что вот третий номер, соответственно, мы смотрим, и все это совершенно разные номера. Там рисунок абсолютно разный, это три разных зрелища. То есть вот в смысле разнообразия показа на этом нашем конкурсе, пожалуй, вот больше я и не знаю другого коллектива или отдельного выступающего, который бы показывал такое разнообразие. У нас люди там богаче, лучше работают. Спасибо. Но это... Спасибо. Стараемся. Так что сами думайте, какие при этом шансы у таких людей? Татьяна Никитична, просто дело в том, что в начале программы мы вместе с вами заявили, что у нас две брейк-команды. Да-да. И между ними очень жесткое соревнование. А давайте их стравим. Каким образом? Ну, предлагайте. Не, ну мне на ум только приходит единственное верное решение устроить такой джемсейшн и битву, такой баттл. Брейк-данс баттл. Давайте. Давайте танцевальный джемсейшн такой. Да, вот вы не боитесь группы Лимон Шоу? Нет, нет, у нас с ним только уважение конкурентам. Уважаемые зрители, а как вы думаете, было бы прикольно сейчас посмотреть на битву двух брейк-гигантов? Почему бы и нет? Давайте же вместе вызовем группу Лимон Шоу, которая, я думаю, тоже в шоке стоит сейчас за кулисами. Они, правда, не знали об этом. Лимон Шоу, город Москва на сцену. Лимон! Лимон! Гарик, Гарик. Да. Да, Михаил Николаевич. Я бы уточнил, я бы уточнил формулировку. Не битву, а беседа пускай танцевальная будет. Друг у друга подхватывают и продолжают друг друга. Тогда это джемсейшн. Михаил Николаевич, к сожалению, вы плохо знаете брейкеров. Беседы не будет. Это баттл. Дорогие друзья, вы готовы к битве? Тогда начинаем. Всего две минуты. Всего две минуты. Лимон Шоу против группы Юди. Чем ответит Юди? Лимон шоу. Лимон шоу. Лимон шоу. Лимон шоу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но они уже распределились так, что я даже не знаю, где кто из них находится... Страсти не шуточные... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь о главном... Я понимаю, что эмоции перехлёстывают через край... Но давайте спросим у членов жюри, стало ли им ясно, кто из этих двух коллективов лучше? Продолжение следует... Александр Васильевич... Спасибо вам, уважаемые группы, уважаемые брейкеры, я даже не знаю, как вас назвать в данной ситуации... Группа Юди, город Томск, Лимон Шоу, город Москва... Всего лишь на несколько секунд покидают нашу сцену... А я призываю членов жюри начать совещание и уже потихоньку приходить к тем главным решениям, которые будут означать очень многое для наших участников... Напоминаю, уважаемые телезрители, что всего лишь три участника из девяти сегодня дойдут до телезрительского голосования... Сегодня первый финал в рамках шоу «Минута славы» на Первом канале... Итак, члены нашего компетентного жюри взяли тайм-аут для того, чтобы принять окончательное и бесповоротное решение... Сейчас они выбирают лишь трёх абсолютных финалистов проекта, достойных миллиона рублей... Это очень важное и ответственное решение... Итак, члены жюри посовещались, я надеюсь, что вердикт уже вынесен... И если вы не против, уважаемые члены жюри, я вызываю на сцену наших сегодняшних финалистов... Светлана и Сергей Чуйков, город Москва... Азнавур, город Сочи... Кристальная гармония, город Санкт-Петербург... Артём Щукин, город Саратов... Лимон Шоу, город Москва... Азнавур, город Новосибирск... Азнавур, город Новосибирск... Азнавыр, город Новосибирск... Симон Аганесян, город Липецк. И танцевальная группа Юди, город Томск. Ситуация очень драматичная. Дело в том, что из девяти участников выбрать троих очень и очень сложно. И я даже не знаю, в этот волнующий момент мне ничего больше не остается, чем передать слово членам нашего жюри. Пожалуйста, Михаил Николаевич Задорнов. Да, момент серьезный. Серьезный он и печальный, и торжественный. Я прекрасно понимаю, что вы все волнуетесь. Мы уже знаем именно тех, о ком будут судить зрители. Вы еще не знаете. Я хочу сказать совершенно серьезно. Четыре месяца люди радовались, смотря эту передачу. Мы сегодня шутили насчет миллиона, и Гарик, и мы. Это не имеет значения. Самое главное, что вы столько радости доставили телезрителям, и получите вы миллион или нет, не имеет значения. Глядя на вас и встречая вас на улицах, люди будут улыбаться. И это самая главная ваша награда. С чем я вас поздравляю, а если вы будете развиваться, вас ждет уже не минута славы, а гораздо больше минут, часов, а может быть и вся оставшаяся жизнь пройдет так же радостно, как эти четыре месяца. А теперь о выводах уже говорить будет настоящий член жюри. Спасибо, Михаил Николаевич. Слово Александру Васильевичу Маслякову. Ну, яркую речь произнес третий наш сегодня, и он абсолютно правильно все сказал, повторяться нет смысла. Я хочу все-таки сказать о трудностях нашей, Статьяны Никитичной, судьбы в этом проекте. Несмотря на то, что мне, в общем, всю мою жизнь, в большей степени, во всяком случае, на телевидении, приходилось иметь дело с соревновательными проектами, я знаю, что никогда ни в одном соревновании проигравшие недовольны судьями. Я не видел никогда, чтобы кто-то воспринял свою неудачу, скажем, так, как хотелось бы. Тем не менее, у нас задача такая, как всегда говорила Татьяна Никитична, отсев у нас, отсев. И отсев сейчас в финале жесточайший, действительно, потому что мало того, что из 18 образовавшихся финалистов надо 6 только назвать, Гарик прав, еще сложнее из 9 выбрать троих. Тем не менее, мы попытались это сделать. Обижайтесь, не обижайтесь, но три участника, которые будут нами допущены до зрительского голосования, уже есть. Но об этом, естественно, самое сложное мы женщине отдаем. Татьяна Никитична Толстая. Дамы и господа, выступает Татьяна Никитична Толстая. Спасибо, родные. Я тогда, раз на меня навалили эту тяжесть, я тогда посижу. Так я назову трех человек, три позиции, которые по нашему абсолютно общему мнению, мы все сошлись абсолютно в своем мнении, посчитали свои очки, будут допущены до зрительского голосования. На суд зрители передаются следующее. Артем Щукин. Артем Щукин, город Саратов. Вот он, первый из участников, который допускается до телезрительского голосования. Артем Щукин, город Саратове, город Саратове, город Саратове, город Саратове. Но это еще не все, слава богу. Ансамбль «Кристальная гармония». «Кристальная гармония», город Санкт-Петербург. И, наконец... И, наконец... Юди. И группа Юди из города Томска. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые зрители, в нашем проекте остаются и переходят до телезрительского голосования «Кристальная гармония». Артем Щукин и группа Юди. Они допускаются до итогового голосования, но я еще раз напомню вам, что голосовать вы можете, уважаемые телезрители, только после того, как мы узнаем имена всех шестерых финалистов. А это случится только завтра вечером, после второго финала. Встречаемся завтра после 21 часа. И самые громкие аплодисменты всем нашим финалистам. Я передаю слово удивительной, интеллектуальной, пожалуй, одной из моих самых любимых программ в эфире Первого канала «Что? Где? Когда?» До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...